И продолжим наше с вами изучение. Сегодня мы с вами поговорим об управляющих конструкциях и продолжим разговор об операциях. Книжки сами посмотрите какие читать и почитайте. А начнем мы с вами с условных и логических операторов для операций. Прежде чем перейти к условным операциям, давайте вспомним арифметические операции. Кто какие помнит? Нет, там есть два типа, которые зависят от количества аргументов. Ну, инкремент это какой тип? Есть унарные операции, есть бинарные. В чем между ними разница? Да, помните, да, это? Да, арифметические сложения, вычитания, умножения, деления. К операциям можно еще отнести условные и логические. Это такие операции, как больше, меньше, логическое и логическое или. Также есть еще один тип операций, побитовые операции. Тут они не нарисованы, но мы с вами поговорим. Таким образом у нас есть даже, я сказал бы, четыре типа. Это аритметические, условные, логические и побитовые операции. Прежде чем разговаривать об операциях, давайте с вами рассмотрим вот такой класс. Класс лифт, или на английском класс элевейтор. Что делает этот класс? Объекты этого класса имитируют работу лифта. Ну, такой, имитация работы лифта. Что у нас здесь с вами есть? У нас с вами здесь есть несколько полей. Булевое поле door open, которое хранит состояние двери закрыто-открыто. Current floor это текущий этаж. Top floor константа максимальный этаж. Min floor константа целочисленный минимальный этаж. И несколько методов. Метод open door отвечает за функционал открытия двери. Что здесь происходит? Выводится информация о том, что открывается дверь. Меняется состояние двери. И выводится информация о том, что дверь открыта. Закрытие двери. Обратная операция. Тут происходит закрытие. Go up метод, отвечающий за движение лифта вверх. Выводится информация о том, что лифт двигается вверх. Увеличивается текущий этаж на единицу. И выводится новое значение этажа. И есть метод go down, который отвечает за движение лифта вниз. Такой очень упрощенный вариант реализации лифта. Но в этом варианте не учтены некоторые значащие вещи. Есть не то, чтобы неточности. Но с точки зрения функционала есть недочеты. Кто скажет, какие самые важные? Понятно, что здесь можно очень много придумать. Но такие самые, на ваше мнение. То есть нет функционала поиска этажа. У нас две кнопки. То есть вы можете и вверх, и вниз. Все. Принято. Еще. Ну, окей, сейчас. Ну, тоже сложно учесть. Ну, есть close, open. Это вам такое задание из бизнес-аналитики уже, да, когда будете разрабатывать приложение, надо будет продумать юзкейсы, да. То есть как это будет использоваться, чего учтено, чего не учтено. Вот, уже близко. Не, не, вот. Правильное направление мысли. С первым и последним этажом. Что не так? Да, то есть нет. Типа, что если там после 10-ти тонн, пусть из цифрового хода, ограничение это больше не будет. Да, надо проверять, что мы вышли за, ну, как бы доехали до максимального этажа или до минимального, чтобы в подвал не уехать или на крыше. Еще. Можно ехать за две недели. Да, то есть, ну, наверное, надо предусмотреть возможность, чтобы не ездить с открытой двери. Правильно? Поэтому вот не хватает проверки именно движения лифта, ну, разрешения движения только при закрытой двери. Окей, то есть вот такой класс. Мы будем с вами его сегодня пытаться устранять вот эти замечания, которые сказали, теми конструкциями, новые, которые будем учить. Прежде чем перейти к устранению, давайте все-таки разберем, какие операции условные бывают. К условным операциям можно снести операцию проверки равенства, где мы с вами сравниваем левый и правый оперант. Если левый оперант равен правому операнту, мы с вами получаем true, в противном случае получаем false. Кстати, сразу скажу, что результат любой условной операции всегда имеет тип boolean, то есть значение true или false. Дальше неравенство. Мы с вами сравниваем неравенство двух переменных оперантов. Самая неприятная вот эта операция, потому что в ней все путаются. То есть здесь true, когда левый не равен правому. А у людей как бы на подсознании, что если левый не равен правому, то должно быть false. Здесь наоборот. Здесь должно быть true. И вот как бы все в этом путаются. Дальше. Меньше. Понятно. Меньше либо равно. Будет true, если левый меньше либо равен правому. Причем, обратите внимание, последовательность значков меньше и равно менять местами нельзя. То есть вот только так. Поменяя эти местами, будет ошибка. Как стать и с восклицательным знаком. Больше. Понятно. Больше либо равно. Возвращает true, если левый больше либо равен правому. Ну, здесь, я так понимаю, ничего сложного быть не должно. Это как бы еще, по-моему, в школе проходит. Не путайте проверку равенства и присваивание. Одно равно и два равно имеют различные значения. Дальше. Логические операторы. Это такие операторы, как логическое и, логическое или, логическое не. Есть еще исключающие или. С вами их рассмотрим. Так. Давайте посмотрим, что такое логическое. Логическое и возвращает true, если все операнды имеют значение true. То есть, для логических операций, операнды должны иметь тип буллин. То есть, левый оперант должен иметь тип буллин. И правый оперант должен иметь тип буллин. Как вот, например, здесь. Смотрите, у нас одна операция, вторая операция. Но обе операции будут иметь буллин. И результаты. И после этого, к этим буллин результатам, мы можем применить логическое и. И что здесь будет? Смотрите, и равно 2. 2 меньше 1. Фоллс. Если у нас здесь фоллс, смотрите, возвращает true, если все операнды имеют значение true. То есть, true, если оба true. А у нас уже первый false. Поэтому и все выражение будет иметь false. И даже второй в данном случае проверяться даже не будет. Логическое или возвращает true, если один из операндов имеет значение true. Что здесь будет? False, потому что оба false. И логическое не инвертирует логическое значение операндов. То есть, не true, false. Не false, true. Что здесь будет? Я думаю. False. 2 меньше 3 true, но инвертируем на false. Также допускается объединение нескольких логических операндов путем группировки с помощью скобок или просто подряд пишем. Но там главное не запутаться в последовательность, которая будет выполняться. Так, что еще важный момент. Видите, здесь оператор два значка end и две палочки. Это так называемые логические операции по короткой схеме. Что это значит? Это значит, что если по первому операнту мы можем дать ответ на все выражение, второй оперант мы даже не проверяем. Как вот здесь. Мы видим, что здесь false, значит сюда мы даже не смотрим. Вот это выражение мы не вычисляем. А здесь наоборот. Мы по первому сказать не можем. Поэтому мы идем смотрим второй и только после этого даем ответ. Есть логические операторы по длинной схеме. Когда не важно значение первого, мы все равно смотрим или вычисляем второй. Обозначается одним значком end и одной палочкой. Короткая длинная схема. Давайте с вами что-то попробуем подписать и по крайней мере проверим. Продолжение следует... Что мы с вами сделаем? Ну давайте для начала сделаем что-то. Что такое? Нет, надо запустить не тот код запустился. Вот, false. Но мы с вами не знаем, проверялось ли вот это выражение, да? Или не проверялось. Сможем только сделать предположение, что не проверялось, потому что вот здесь false. Как вы думаете, а как проверить? Вот, утверждение, что это короткая схема. Или вот... Да, ну вот... 1 амперсанд, результат тот же. Мы все равно не знаем, проверялось вот это или нет. То есть мы хотим проверить, короткая схема. Действительно ли она короткая? Да, короткая. Можно через цикл проводить, и по циклам сравнивать, а потом результаты две из этого отсутствуют. Ну, результат всегда будет одинаковый. Я вот хочу понять, вот это рассчитывалось или нет. Ну, это я как бы по теории знаю, а на практике... Можно запустить, например, отладку, да? Ну, отладку я точку на вот этой строке увижу. Вижу результат до ее выполнения и после ее выполнения. Ну, в метод println могу зайти, но все равно внутрь вот этой операции не влезу. Отдельно. Смотрите, что мы можем сделать. В качестве операндов может быть не обязательно операция сравнения или булевое число. Может быть вызов метода, который возвращает булевое значение. Я уже смогу отследить, вызывался метод или нет. Соответственно, буду понимать, сработал. Ну, как моя короткая схема или нет. Как это может выглядеть? Ну, пишем. Метод 1. Сюда напишу false. Причем, смотрите, я... Как вы думаете, что ругается? Да, такого метода нету. Он говорит, что ты пишешь, то чего нету. И такого нету. Зачем я написал его раньше, чем объявил? Для того, например, чтобы мне среда сейчас помогла в его написании. Ну, выберу alt enter create method. То есть, всю, ну, рутинную работу, связанную с объявлением метода, компилятор сделал заменить. То же самое можно сделать и с методом 2. То есть, имя я дал. В качестве аргумента я написал false. Поэтому он понял, что это булиан. А false это тип значения по умолчанию для булевого типа данных. Отход он понял, что тип возвращаемых данных должен быть булиан. Из контекста он посмотрел, что результат работы метода применяется с логическим i. А ему в качестве операнда нужен булиан. Поэтому этот метод, чтобы код не поломался, должен возвращать булиан. Логическая операция должна в качестве операнда получить булиан. Вот он его сюда и вставил static, потому что main тоже static private. Это модификатор по умолчанию. То есть, самая защищенная, ну, самый узкий, не узкий, я, ну, меньше всего, самый узкий модификатор доступа. То есть, никто, никто этот метод вызвать не сможет. Кроме внутренних методов класса АПП. И самый защищенный модификатор доступа. Как теперь отследить? Называются методы или нет? Я могу здесь просто написать system.out.println Написать имя метода. Хочу посмотреть, что этому методу пришло в качестве аргумента. Какое значение? Это белую конкатенацию строк. То есть, я собираю строку, которую будет выводить на экран println. Строка будет состоять из имени метода, потом из аргумента и закрывающийся скоб. Вот такая операция называется конкатенация строк. То есть, я из кусочков собираю одну общую строку. В качестве результата будет возвращаться то же, что пришло в качестве аргумента. То есть, по сути, мой метод ничего не делает. То, что получил, то же самое он и отдал в качестве значения операнта. Что мы ему дали, то же самое он в логическое и вернул. Но, когда его вызвали, он в консоль напечатает свое имя. Таким образом мы увидим, как работает короткая схема. Теперь запускаем и что будет выведено. Не успели. Ну, первый false это вот отсюда. Вот, был вызван метод 1, который в качестве аргумента получил false. Результат всей операции false. Видите, метод 2 не вызывался. Если я сделаю длинную схему, Видите, отрабатывает оба метода. Ну, такие методы-индикаторы. Понятно, как работает? Дальше. Теперь возникает вопрос, а какую схему когда использовать? Ну, окей, есть такая, есть такая. Результат у них одинаков. То есть, и та, и та будет иметь один и тот же результат на выходе. Единственное, конечно, скорость работы слегка может отличаться. То есть, короткая схема предпочтительней, потому что она работает быстрее. Потому что, если можно по первому операнту дать ответ, второй даже не рассчитывается, не выполняется. Поэтому, если нет явных предпосылок использовать длинную, всегда используйте короткую. Что есть предпосылки для использования длинной схемы? Когда у вас в качестве второго операнта есть бизнес-логика, как у меня. Да, у меня вызов метода. Метод должен выполнить какую-то бизнес-логику. И считается плохая практика осуществления ветвления приложения при помощи короткой схемы, логической короткой схемы. Почему? Потому что здесь ветвление приложений не явно читается. Оно будет работать. Оно будет работать правильно. Но, если у вас в методе 2 будет ошибка, то она у вас будет такой плавающей. Когда метод 2 вызывается, у вас будет ошибка. То есть, повторяемость этой ошибки будет не 100%. И вы, когда будете читать этот код, вы не сразу заметите, что в вашем приложении есть ветвление кода. Есть условия, по которому либо одна логика отрабатывает, либо вторая. У вас здесь условия по первому методу, второй отрабатывает или нет. И вот такие ошибки тяжело находятся. Поэтому считается, что ветвление в логике приложения на коротких схемах реализовать не надо. Хотите ветвление в приложение, используйте управляющие конструкции. Типа if, switch. Мы о них сегодня поговорим. Ясно? То есть, если вот хочется вот так сделать, здесь лучше делайте, чтобы метод 1 и метод 2 вызывались всегда. Делайте длинную схему. Теперь, а есть ли ситуации, когда обязательно использовать короткую схему? Ну вот, с длинной, а где не заработать? Такие тоже бывают, сейчас покажу. Например, сделаем с вами поле. name Вася Вот имя. Какая у нас будет логика? Если name length больше 2 То есть, длина имени больше 2 Выведем name на экран. В противном случае, например, напишем long name length 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 more than 2 и запустил напротив name равно вася а какие могут быть у нас вот здесь, состояния, то есть. какие значения может принимать name name у нас в строках это name то есть вот такие, которые бы проверить надо, ну не просто там Света, Коля, Бетя, а вот состояние, которое нужно которое могут поломать ваше приложение всегда проверяют как бы пытаются проверить положительный исход, отрицательный исход и пограничные состояния положительные, когда вот Вася обычное нормальное состояние работает адекват негативное состояние когда вот должно быть неправильно и пограничные состояния где вот переход осуществляется из положительного сценария и отрицательного сценария, да, у вас есть положительный сценарий отрицательный сценарий и точка перехода всегда надо проверять положительный отрицательный и вот тут на границе чтобы не ломалась вот где-нибудь на на границе скажем то есть у нас здесь больше да может быть еще какой меньше может быть 2 ну да пограничное состояние пока работает корректно видите пишет wrong name length use more than 2 у нас 2 надо больше все ли я учел все ли состояние которое может принимать name мы учли какого еще не учли ну цифра тоже знак в принципе в принципе в нашей логике мы да мы знаки не ну не проверяем цифры не цифра . тоже имя вот пусто третье состояние да когда у нас большая длина маленькая длина 3 это пусто ну тут вопрос а что будет будет ошибка будет now pointer exception то есть у нас с вами поле мы сказали name это поле мы с вами сказали что полям присваивается значение по умолчанию name это ссылочный тип данных и значение по умолчанию для ссылочных типов данных null а null это пустая ссылка ссылка в никуда или ссылка на нулевую область памяти там нет объекта на пустых ссылках по синтаксису нельзя вызывать методы то есть на на ли методы вызывать нельзя а я вызвал и получил null pointer exception как вы думаете а как защититься вот от таких ситуаций чтобы null не ломал мне приложение то есть проверку на нал надо делать потому что нал но прилететь может в любом случае ну вот как то вот откуда-то он все-таки просто значение аж мы можем сами присваивается можем откуда-то брать а то откуда мы возьмем мы за эти значения не отвечаем проверку на нал делаем самый простой вариант какой смотрите пишем name не равно null а вот тут что ставим 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 длинную короткую длинную короткую длинную короткую смотрите если я ставлю короткую name не равно null а оно равно null я получаю false если я получаю false я сюда не захожу а если я получу здесь false и зайду сюда и опять хочу exception значит сюда длинную нельзя можно только короткую то есть вот я поставил длинную я опять получил exception ставлю короткую exception нет а что тут вот еще исправить ну логику мы поправили с точки зрения логики работает все хорошо а с точки зрения оформления не знаю кому что еще не нравится а ну видите мы его ж не вводим мы с консолью пока не работаем вот что тут еще с точки зрения вот написание кода не очень хорошо есть у кого какие то идеи что то связано с двойкой это логика а как его сделать вот такие штуки называют magic numbers что такое magic numbers или еще называют хардкодом то есть когда вы хардкодите ну жестко забиваете какие то числа которые могут иметь непонятное непонятный смысл что значит это двойка причем у меня я специально написал вот еще одна двойка у меня две двойки у меня три двойки если я хочу увеличить длину имени до трех какие из этих трех двоек я должен поменять две третью нет потому что она к имени значения не относится да почитав код я то это пойму но я потрачу на это лишнее время плюс я потрачу лишнее время на поиск потом я могу ошибиться и потрачу время на исправление ошибок и чем больше будет мой код тем дольше я это буду делать поэтому все вот magic numbers выносят в константы в именованные и везде где мне нужно будет именно длина имени я буду ссылаться на константу и она инициализируется в одном месте я в одном месте поменял везде где надо по коду этой имени ну я написал есть такое понятие здесь есть экстракт здесь есть констант и пишем это у нас min name length и вот он объявил public static final int min name length 2 и соответственно где у меня вот эта двойка я могу сделать вот так добавить конкатенацию константы со строкой и получить в принципе тот же результат но я уже ушел от magic numbers от hardconers понятная идея хорошо что еще бывает мы с вами сказали есть логическая и логическая или логическая не есть еще исключающая или какая здесь логика смотрите давайте напишу комментарий true такой вот значок включающий true как вы думаете какой результат будет если это выполнить что большими буквами написал блин false правильно я понял я понял зачем я равно написал будет false а если два фоллса будет false а как получить true исключающие исключающие или оператор исключающие или как получить true да когда то есть здесь логика в чем у вас false когда оба совпадают а когда хотя бы один отличается false true то будет true то будет true какой нибудь пример из жизни где мы принимаем любые логические операторы в основном используются для принятия решений да идти или не идти делать или не делать выполнять или не выполнять в жизни мы тоже как бы не обращая на то внимание тоже используем логические операторы при принятии решений кто нибудь пример исключающего или из жизни где вы бы принимали решения пользуясь этой логикой окей какие операнды а если два то 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 и и и то то получается не надо так у вас же должна быть все четыре состояния то есть если мы говорим оперируем чем ну как бы принимаем решение по кому идут люди или нет если два человека идет я не не но я примену но если два говорят что мы пойдем то не идет ни один не но это да но это же еще должно быть логично подразумевается что программа какой-то логикой обладает скоро на про их соображать начнем например смотрите вариант у вас есть два лучших друга но между собой они не дружат и вас оба позвали гулять вы втроем пойти не можете вам надо принять решение с кем из них пойти но пойти пойди пойдя с одним из любым из них вы обижаете второго чтобы не идти на конфликт когда вас позвали два вы не идете то есть вам два входных запроса вы не вы говорите нет когда вас позвала два то есть когда вас не позвал ни один вы тоже никуда не идете вас никто не позвал когда вас позвал один из них вы идете с одним то есть то есть получается если если одно true то true если два true то false если два false то false вот вам примеры жизни где используется эта бизнес логика при принятии решения ну и таких можно напридумывать при желании много ну понятно что это что и или и и и или используется гораздо чаще то есть это такое более редкая редкая операция которая используется значительно реже исключающие но тоже имеет право на жизнь понятно как работает вот такие бывают операции все операции закончились не закончились дальше в лекции нет но знать их надо есть побитовые операции мы с вами сказали есть аритметические лунарные бинарные операции сравнения логические операции еще побитовые операции что это все числа хранятся в двоичном виде и с этими числами можно работать в двоичном то есть их можно представить в двоичном виде а потом над ними осуществлять побитовые операции то есть если вы оперируете операциями присваиваниями переменными то вы сможете минимальный объем информации с которой вы можете работать это один байт вот вы можете объявить переменную типа байт и работать с переменной типа байт а бывают ситуации когда вам надо работать не с целым байтом а с одним битом или с двумя битами или с тремя битами то есть вам надо этот байт анализировать его состояние то как это сделать для этого применять можно побитовые операции давайте с вами сначала посмотрим как число представить двоичной системе этого есть специальный класс называется integer я могу объявить какую-то переменную какое-то значение давайте у нас еще у появится я могу вывести ее на экран вот мы с вами увидим ее значение но значение мы ее увидели в десятичном виде а я хочу ее увидеть в двоичном виде для этого есть такой класс integer у которого есть метод to binary string который в качестве аргумента который из числа делает двоичное представление в виде строки то есть у вас есть число он берет создает строку которое хранит это число как бы в двоичном виде но это не число это строка которая хранит просто число в двоичном виде то есть это не число с ним как с числом работать нельзя его можно просто посмотреть это строка но в нем хранится число представленное в двоичном виде вот эти такие представления в жизни вы там редко с ними сталкивались поэтому надо попытаться в голове посидеть и подумать как оно устроено что есть память в двоичном виде но вам показывается в десятичном но если вы хотите увидеть как оно хранится в двоичном вы применяете этот метод и получаете строку которая показывает как это хранится в памяти, но это не число, это строка в котором просто хранятся ноли и единички как символы вот такие как бы варианты поначалу они путают, но когда для вас это будет ну не что привычно ну как бы понятно то и другие многие вещи вам потом проще будет осмыслить то есть чем глубже вы понимаете физику процесса тем проще вам потом будет учиться искать ошибки учить новый какой-то материал какие-то новые конструкции потому что вы понимаете как оно устроено ну то же самое как там я не знаю автослесарь, который чинит машину если он не понимает досконально как оно работает ему сложно диагностировать проблему и починить машину максимум что он может взять сказать не работает двигатель давайте выкинем поставим новый то есть он не починит текущий потому что он не знает что с ним случилось ну сейчас как в эксплуатации плату одну вытащили выкинули вставили новую то есть ее там не чинят ее одну выкинули вторую поставили поэтому как бы тут глубоких познаний не надо труд уже скажем так менее квалифицированный поэтому те кто сейчас в эксплуатации находится много денег не зарабатывают ну парадокс те кто разрабатывает эти платы получают их во-первых больше и зарабатывают они больше чем тех кто их эксплуатирует ну это из электроники ну там с китайцами встречались у нас маленькая фирма они делают газовые счетчики смарт счетчики у нас небольшая фирма 2000 человек мы на одном этаже сидим из них 1000 разработчиков то есть производство из которых 50 процентов это разработчик это а остальные это бухгалтера директора те кто управляет станками те кто грузит кто занимается логистикой то есть 50 процентов это те кто придумывает остальные 50 это те кто осуществляет все остальные действия вот ну и добавленной стоимости там понятно что той железякиши они выпускают значительно больше чем ну потому что там мозги есть смарт счетчики это те которые которые встроены модемы системы передачи данных то есть там меню есть табло модем внутри они куда-то шлют данные принимают откуда-то управляющие конструкции там стоит клапан то есть можно нажать кнопочку и у кого-то газ выключить нажать кнопочку и у кого-то он опять обратно включен это сейчас у нас в Украине в воде будут внедрять то есть будут счетчики которые удаленно могут перекрывать подачу воды в газе пока этого нельзя делать потому что если воду откроют если газ откроют а у людей комфортка открыта то можно взорваться от затопит же никто не погибнет потонет чтобы затопило еще надо чтобы слив был заткнут ну то есть когда вода льется она же не сразу на пол льется она же льется там в раковине чтобы она выливаться начала должна быть еще пробка вставлена не продумали ну там механизм включать будут наверное по звонку или там согласовывать как-то ну сам вариант что перекрыть людям воду не надо будет слесарю пытаться попасть в квартиру потому что стояки в квартире идут и перекрыть одному как перекрывают какого-то жука запускают который там по трубе там ну короче нереальные схемы а здесь вполне реально причем еще и еще людей могут заставить такие штуки самих покупать или включат в тариф стоимость ну это где-то так и в Одессе уже начинают внедрять клапаны дистанционного управления внутри карточка GSM или LoRa модуль то есть внутри будет да модемы они будут на ну как бы питаться от батарейки питание не выключишь внутри батарейка опломбирована с модулем связи ну кастрюлю можно на него фольгу обвернуть да но там другая проблема если эта штука не будет передавать данные то вам объем потребления будут считать не по счетчику а по-другому то есть там когда систему сложно обмануть там где промышленные предприятия они боятся что у них узел учета перестает считать потому что им начинают считать так называемой по трубе вот сколько труба может максимум пропустить вот такой вам счет и выставляют предприятие само обязано следить за своим узлом учета так ладно не атомных вот мы с вами сейчас запустим и получим двоичное представление вот так оно выглядит двоичном что мы с этим двоичным представлением можем сделать мы можем взять второе число и эти два числа к этим двум числам применить побитого и побитого или инвертируй исключающие или все еще есть побитого сдвиги но них потом а ну и не то есть проинвертировать ну и инвертирование есть операция и или инвертирование и исключающие или вот четыре побитовые операции без сдвигов еще иногда называют побитовое умножение побитовое сложение ну потому что оно похоже то есть по результату побитовое и иногда называют еще побитовым умножением но это не умножение это просто на себя видео похоже например давайте возьмем еще одну переменную y какими-то другими значениями мы видим ее тоже на экран ctrl d можно в гугле написать hot case intelligent id видимо с четыре страницы горячих клавиш то есть это штатные горячие клавиши среды можно погуглить и получить их список надо чуть-чуть число поменять чтобы было одного порядка ну чтобы подлиннее были в двоичном виде одинаково будет нагляднее просто вот два числа в двоичном виде к ним побитого можно применить логическое и логическое или исключающее или инвертирование например давайте применим логическое и тут длинных коротких схем нету смотрите тот же как с true false 1 и 0 дают 0 0 и 1 дают 0 похоже на умножение 1 умножить на 0 0 когда 2 единицы это единица 1 умножить на 1 поэтому логическое и иногда еще называют по битовым умножением и вот по такому принципу производится видите единица на единицу единица 0 на 0 0 0 на единицу 0 логическое и логическое или логическое и только что рассмотрим логическое или иногда называют еще сложением что 1 и 0 1 и 0 дают 1 1 и 1 дает 1 0 и 0 дают 0 конечно это будет не сложение и не умножение будет какой-то ну понятно что это ну другая операция да это будет другое число вот где это используют например логическое и часто используют для так называемой операции наложения масок где используются ну например в IP адресах у вас есть IP адрес в IP адресе есть такое понятие как маска что делает маска она ваш IP адрес разбивает на две части первая часть это адрес сети вторая часть это адрес узла и вот там идет какой-то IP адрес потом 255 255 255 0 это значит что первые три байта IP адреса отвечают за адрес сети а последний байт это адрес узла 255 адресов в вашей сети узлов можно не обязательно 255 можно сделать кратное двум сделать два четыре шестнадцать ну и так дальше это один вариант использования второй вариант для передачи состояния плага удобно использовать ну например мы можем с вами оперировать одним байтом ну один байт байт это 256 значений а нам надо передать дискретное состояние какого-то датчика у которого есть два значения 0 и 1 открыто закрыто использовать байт для того чтобы передать по сути один бит это избыточно поэтому можно при помощи в одном байте передать восемь состояний датчиков но надо их как-то оттуда вытащить так вот вытаскивают как раз наложение маски вы накладывая маску можете выкусить один какой конкретный бит или несколько бит если у вас у датчика дискретного не два состояния а 8 12 20 ну в зависимости от того что у вас за датчик и это используют в очень активно сейчас в интернете вещей почему потому что эти все приборы малопотребляющие используют низкопотребляющие сети лора low power какой-то там ну низкопотребляющие системы передачи дат широкополосные в чем у них прикол в том что сигнал маломощный и очень с маленьким пропускной полосой пропускная полоса очень маленькая эта штука передает данные очень медленно она мало потребляет энергии она очень хорошо защищена от шумов от перехвата информации там ключи криптуется это хорошо но она медленно медленно передает минимальная скорость 50 байт в секунду то есть вы можете передать 50 байт в секунду то есть и вам в эту информацию надо напихать в этот пакет как можно больше данных чем больше данных вы туда напихали тем меньше вы пакетов передали чем меньше пакетов передали тем меньше вы эфир засрали чем меньше вы эфир заняли тем больше таких устройств может выходить на связь одновременно потому что у вас там начинается по каналам нехватка чем меньше тем меньше тем меньше вам надо концентраторов концентраторы стоят денег ну то есть вот поэтому в основном сейчас все системы цифровые поэтому надо пытаться вот цифру передать то как выпендривается и вот можно например если у вас система из дискретных датчиков передавать состояние накладывая маски просто могу показать как это можно расшифровать потом например есть ну мы с вами двоичное число десятичное представляли в виде двоичного можно сделать наоборот ну вот для наглядности берем строку s и пишем сюда один байт у нас восемь ноликов 1 2 3 4 5 6 7 8 я хочу например это у меня восемь датчиков я говорю что вот у меня 0 1 ну номерация с 0 0 1 2 у второго датчика срабатывает да вот единичка то есть я беру число и с ним работаю в двоичном виде я не в десятичном вот вот это первый датчик вот это второй датчик вот это третий датчик вот третьего датчика срабатывает давайте эту строку представим в виде числа int z не было есть обратная операция integer называется она value of куда мы даем нашу строку и в качестве второго аргумента даем систему исчисления двоичное в нашем случае и теперь мы можем вывести z на экран это 4 то есть вот это то есть код сработки датчика это десятичное в десятичном виде четверок как можно его разобрать какой датчик сработал можно наложить маску как будет выглядеть маска можно наложить вот такую же маску то есть у меня две единички дадут единичку либо в цикле просто перебрать степень числа два самый простой вариант чтобы с масками не задумываться цикл от нуля до восьми я перебираю дальше мне надо накладывать маску два в степени и вывести на экран systemout println не не так надо написать если мое z логическое i теперь надо возвести в степень есть класс math у него есть power мы двойку возводим в степень i и нам взять надо его в целой числе у нас там double а мне надо его взять int и результат сравнить с единицей датчик если эта штука вернет true вывести на экран сработал и ты датчик проверим сработал и ты датчик это проверим правильно я написал или нет ничего не написал я думаю может просто не перебирал а так не не так она так не зачем не четная не 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 так оно должно не быть равным нулю о не равно единице не равно нулю потому что если у меня наложится маска вот тут то у меня число будет 4 сейчас покажу вот сработал второй датчик когда у меня почему я сразу не взял 4 да потому что у меня может сработать не один датчик у меня могут быть разные комбинации вот когда у меня сработало два датчика число Z уже будет равно 68 68 это сработал второй датчик и шестой датчик вот например у меня еще одна единичка в этом случае 84 вот он говорит сработал второй четвертый и шестой я смотрю то есть мне нужно чтобы сначала была здесь единичка потом чтобы была вот здесь единичка потом в маске чтобы была вот здесь единичка чтобы была вот здесь единичка А это как раз два в степени номера вот этого символа. Нулевой, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Вот, нулевой, первый, второй. Видите, он сказал, во втором сработал. Третий, четвертый, в четвертом, пятый, шестой, в шестом. Вот оно и определяет. Я показываю пример, где это может быть использовано. Вот это побитовые операции. Столкнетесь вы с этим или нет, зависит от того, с чем вы будете работать. Если вы будете писать в интернет-магазин, не столкнетесь. В интернет-магазине побитовых операций нет. Если вы будете работать с интернетом вещей, вы с ними столкнетесь. Вот, на собеседованиях тоже любят спрашивать. Ну, потому что, как бы, это... Ну, программу же вам не дадут писать, напишите программу. Надо проверять какие-то теоретические знания. Синтаксис, как метод написать, ну, тоже такой. Ну, могут попросить написать какой-нибудь алгоритм простой, например. Написать алгоритм сортировки пузырьком. Какую-нибудь сортировку свою написать. Что-то с побитовыми операциями спросят, как оно там работает. Вот. Дальше. Можно спросить? Да. Вообще, по-моему, я тебе говорил, оп, и в парсинт. Я просто сделал то, что мы здесь дальше, только использовал парсинт. У меня что-то... Потому что в парсинту, по-моему, в парсинту нельзя сказать систему исчисления. То есть в парсинту ты должен дать строку в десятичной системе исчисления. А в valueoff ты даешь строку и плюс еще говоришь, в какой системе исчисления эта строка написана. Что еще есть? Здесь еще побитовые сдвиги. Что такое побитовые сдвиги? Когда вы вот это число побитого двигаете. В одну сторону или в другую. То есть если вы двигаете влево, вы в конце дописываете нолики. Если вы двигаете вправо, вы в старших разрядах дописываете нолики. А те, которые сдвигаются за рамки числа, просто теряются. Обрезаются. Вот, например, у нас с вами вот есть такие числа. Вот x. Я могу его побитого сдвинуть вправо. Или влево. Как это выглядит. Давайте здесь писать, чтобы оно было одно под другим. Побитовый сдвиг x вправо. Вправо на один символ, например. Сдвинется. Ну и хорошо. Ну а я введу отображение. Ладно, поправим. А, блин. Я комментарий написал, а само это я не могу понять, что за результат. О, точно. Смотрите, видите, число стало короче. Вот результат, а вот исходник. Вот он, самый верхний. Почему? Вот эту единичку мы потеряли, потому что мы число сдвинули вправо. Вот сюда дописали нолик. А эта единичка как бы ушла за горизонт. Сдвинем на 2, на 2, 2 символа уйдет. Он в старшие разряды добавляет нули, а эти просто теряют. Буду двигать в обратную сторону. Наоборот будет. Будут в конец добавлять нули, а старшие разряды там, старшие, будут уходить за горизонт. Но старшие разряды, тут нули просто не отображаются. Там много нулей старших разрядов. По-моему нет. Сколько у нас, 32 разряда? А может и можно. Сейчас я сдвинул на 32 разряда. Осталось то, что и было. Ну, а чем можно. А вот в противоположную сторону не уверен. Какую-то нельзя. Сейчас. Сейчас. Получается, в 2 можно. Ну, как это тут не сам. Нет. Ну, как-то вот я по циклу их никогда не крутил. Ну, это да. Это он полностью весь круг прошел. Понятно, что произошло. Мы не взяли вот так вот с конца просто вот так вот. И опять вернулись на то же место, что и были. Что еще бывает? Единственное, тут надо смотреть на то, что и есть, является заполнителем. И как меняется значение. Побитовый сдвиг. Давайте покажу. Побитовый сдвиг на 1 байт влево. Это умножить на 2, на 2, то есть на 1 бит это умножить на 2, на 2 бит умножить на 4, на 3 это на 2 в степени 3. Ну, сколько? На 8, потом идет 16, потом 32 и вот так дальше. Побитовые операции считаются, вот сдвиги иногда используют самое быстрое. Быстрее умножить на 2, сдвинув, чем просто выполнить операцию умножить на 2. Это умножение. А в обратную сторону будет деление. А в обратную операцию будет деление. Как разделить на 4. Это, смотрите, когда мы используем побитовый сдвиг вправо, в старший разряд записывает, ну, дописывается в данном случае нули. Если число отрицательное дописывается единицы, то есть в старший разряд дописывается тот же символ или то же значение, которое было в старшем разряде. Если было число отрицательное, допишется единичка. Если был в старшем разряде единичка, допишется единичка. Был нолик, допишется нолик. но есть еще побитовая операция где всегда дописываются нолики на вот так с тремя стрелочками в данном случае, видите число не изменилось но если я возьму отрицательное число почему так произошло? потому что в старшем разряде отрицательного числа было единичка мы на два разряда сдвинули вправо и дописали два нолика в старший разряд попал нолик число стало положительным понятная идея? тут заполнитель всегда 0 а здесь то, которое было раньше в старшем разряде то есть если я здесь поставлю минус то у меня число положительным не станет понятная идея? предлагаю на этом с операциями закончить и после перерыва продолжить уже материал поинтереснее и полегче но это знать надо то есть не факт, что вы 100% с этим будете работать но у вас это могут спросить и понимать это надо спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! Продолжение следует...